Так, начало второго приема. 26 число 16.35. Значит, Паршина 31, корпус 1. За 2020 год вы потратили 1 569 рублей. План у вас на 2 миллиона. Получили вы денег чуть меньше, 1 854 рубля. Куда делась разница? Ну, вот хотя бы получено и потрачено. Нам нужно это время, чтобы... Конечно, я так не делаю. План, значит, сформулируем к первому приему и предоставим письменный ответ. Ну, а как вы пишете отчеты, если у вас суммы гуляют вправо-налево? Не, я правда искренне удивлен. Без демагоги, да? Вы сформулировали вопрос, мы вам предоставим ее письменный ответ. Меня обозвали демагогом сейчас. То есть, я готовлюсь к встрече, я прорабатываю вопросы, но я занимаюсь демагогией. Все верно? Вы занимаетесь демагогией, к сожалению, сейчас. Да. Ну, ладно. Так, за 2019 год потратили 1 986 тысяч в Паршина 31, корпус 1. А получили 2 млн 203 тысяч. Давайте хотя бы за 3 года мы приведем порядок в финансовый отчет. 15-й 20-й 20-й, правильно? Да. Хорошо. И то же самое за 2018 год. Получено 1 611, а потрачено 1 444. То есть, ну, вы тогда эти деньги должны перевести, по идее, на следующий год. Но я этого не вижу. Там нету переходных сумм. Остаток на начало года, на конец. Остаток на начало года, на конец для себя. Так какие вопросы у вас? Вот меня записали. Паршина 31, корпус 1. Конкретно. У меня здесь конкретики нету. А как записывают без конкретики? Как вы записываетесь, так вас и записывают. В смысле? В смысле. То есть, я сейчас при вас звоню, записываюсь на прием, и мне не задают никаких вопросов. Если кому угодно записываться, я вам говорю, что если вы записываетесь на прием, будьте добры, просто конкретизируйте. Так я каждый раз конкретизирую цель. Почему вам ничего не записали? Вот, пустая информация по мне. Как так может быть? Информация, конечно. А почему она пустая? Общий отдел не работает? Запишите меня на прием. Так никто не записывает. Так вы, наверное, так записываетесь? Так они всегда говорят, обозначьте цель. Я всегда обозначаю. Какую цель вы обозначили в апаршин 31 на день? Я записывался когда? Месяц назад. Я сейчас пытаюсь... Сегодня я специально звонил понять, по какому вопросу я записывался. То есть, вы не помните, по какому вопросу? Я, да, я все не помню. Да, я написал запросы. Какие у вас есть, значит, вопросы по данному дому? Давай, пожалуйста. Очень много у меня вопросов. Давайте. Значит, по договорам. Да. Вы пропихнули свой договор. Мы ничего не пропихивали. Ну, тот договор, который вы считаете у нас будет с вами заключаться. Правильно? Вы же мне направили договор недавно по почте. По почте России, да. Да. На каком основании вы меня его направили? На основании решения общего собрания. То есть, все-таки... Управляющая компания ГАБУ уже по вашему запросу вам направили почту. Да, да, да. Вы договор изучали? Вы это подтверждаете? То, что я получил, да. Но я направил вам уже претензии, так что пытаюсь... Хорошо, мы обязательно рассмотрим в течение 3-4 дней после момента получения... 3-4 дней, хорошо. Значит, до праздников успеем. Вы изучали этот договор? Мои специалисты вы изучали, конечно. Хорошо. Почему вы не выполняете условия? Например? Ну, у нас там прописана уборка. Ежедневная, влажная, всего дома. Она у вас выполняет? Нет. Выполняет? Нет. У меня много уже жалоб, заявок. Я фиксировал уборщицу. Так. Прямо прохожу несколько дней. Так. Говорю, почему вы не моете выше второго этажа? Она говорит, а мне сказали не мыть. Я мою раз в две недели. Хорошо. А у нас в условиях договора прописано. Мы идем, значит, беседы с мужчиной кому участку. Хорошо. Я услышал первый вопрос. Второй вопрос какой-то. Так. Значит, в договоре отсутствует очень важный пункт. Поквартальный финансовый отчет. Куда он делся? Отсутствует почему? Не знаю. Потому что вы предоставили такой договор инициатору. Где вы взяли его? Мы или инициатор? Ну, инициатор его сам, что ли, придумал? Ну, я не знаю. Вы спрашивали у инициатора на каком основании? Да. Так. Пока проводят собрание. Да. Вы дорабатываете этот договор. Я лично к вам, к Анастасии подходил. Мы дорабатываем его в части чего? В части третьего, четвертого приложения. Ну, то есть он у вас дорабатывался. А финансовый отчет какое отношение имеет к третьему и четвертому приложению? Причем финансовый отчет сейчас? Вы же сейчас про финансовый отчет говорите по квартальной. Я говорю вообще о теле договора, которое не было готово к собранию. Так, стоп. Ну, секундочку. У вас вопрос такой. Почему отсутствует пункт по квартальной? Нет. Почему этот пункт отсутствует, хотя он был на сайте в то время, когда проходило собрание? Отвечаю вам, значит, на ваш вопрос. Форму какую выбрали, значит, форму договора, какую выбрали жители данного дома. Так мы же не выбирали. Ее и, соответственно, утвердили. Так не было договора. Был. Когда? Научной части? Научной и на заводной части. Вы говорите, вы точно сейчас будете лгать в камеру. Вы были научной части. Я был научной части. Я запрашивал. Я видел этот договор. Я не знаю, почему вы его не видели. Супер. Супер просто. Дмитрий Радослович, я вас поймал на вранье официально. Хорошо. Мы, я это вложу, когда буду выкладывать этот ролик, я приложу тот отрывок с очной части. Когда я запросил, когда я запросил договор, а мне сказали, его нету, мы вам его лично предоставим. И мне инициатор его не предоставил, хотя я по почте запрашивал у него официально, по почте России. Он мне отказывался в течение всего срока на общем собрании. Правильно. Но вы же говорили, что вы видели этот договор. Почему тогда вы скрыли его? Почему вы тогда скрыли его на общем собрании? Когда я у инициатора собрания запросил договор, мне отказали. Так он сказал, что его нету. И у меня в переписке есть, что его нету. Но вы же сказали, что вы видели договор. Может быть, вы врете? Нет, я не вру. Я вам говорю, что форму договора на общем собрании я видел. На каком собрании? Вам еще раз повторяй. Конечно. На общем собрании. Какого дома? Потому что вы были на... 31.1. Все врете. Зафиксировано. Правильно. Следующий вопрос. Значит, у нас неофициально была установлена заглушка в доме. Паршина 31.1. Недавно она совершила, как это называется, аварию. У нас в доме была авария. Значит, канализация потекла в квартиру. И когда я вызвал аварийку... В спецерскую подавали за это? Да, подавал. То мы вытащили с вашей аварийной бригадой дневной заглушку. В какую квартиру вы ее устанавливали? Я не могу вам сказать. Вы устанавливаете заглушки? Мы работаем в соответствии с постановлением здесь. Скажите, кто-нибудь... Если есть, соответственно, задолженность, то и управляющая компания, как вы знаете, имеет право ограничивать... Какие процедуры по установке заглушки? Расскажите, пожалуйста. Уведомления, еще что-то у вас есть? В какую квартиру вы устанавливали? Конечно, соответственно. То есть, есть у вас. Я не могу вам сказать, в какую квартиру. В смысле, вы сказали, что есть уведомление? Нет, я вам сказал. Вы меня спросили, в какую квартиру мы устанавливали заглушки. Скажите, вы в мою квартиру, номер 37, устанавливали заглушку или нет? Мне нужно уточнить, у своих подчиненных устанавливали. Когда вы это уточните? Вы можете сейчас по телефону. У кого вы будете спрашивать? Скажите, кто-нибудь, кроме вас, может устанавливать заглушку или нет? Кто имеет доступ? Владимир Владимирович, я еще раз повторяю, в течение 10 дней мы вам ответим на вашу квартиру. Кто-нибудь, да, я понял, да. На вашу квартиру. Вас это устраивает? Да, я все понял. Кто еще имеет доступ к установлению заглушек? В доме Паршина, 37, корпус 1. Никто. То есть, если заглушка, то это только вы установили? Управляющая компания, конечно. Управляющая компания. Жилищник? Жилищник, да, хорошо. То есть, и уведомления вы рассылали, получили, у вас есть подпись. В соответствии с действующим постановлением и нормативно-правовой. Вы в суд обращались по задолженности? Надо посмотреть, я не могу вам так сказать. Обращались по какой квартире, вас интересует? Ну, не знаю, по любой. Где вы устанавливали заглушки? Там, где вы устанавливали заглушки? Вы мне задали вопрос, по любой обращались. По любой, там, где вы устанавливали заглушки. Мы, значит, обращаемся в суд, не взыскиваем с должника. Так, то есть, вы вначале обращаетесь в суд. Там вам дают разрешение на установку заглушек, правильно? Хорошо. Хорошо. Если ваша заглушка совершила аварию, если вы намеренно... Я рекомендую ознакомиться с постановлением действующего и прочитать, как это... Так, у нас в договоре с вами прописано, что вы не имеете права использовать общее имущество не по назначению. Вы использовали стояк канализации для создания аварии. Что вы будете... Кто несет ответственность за аварию? Причинен вред общему имуществу? Ну, конечно, авария произошла. Где-то это зафиксировано? Да. Что именно причинен вред общему имуществу? Конечно. Авария произошла. Это причинен вред общему имуществу? Конечно. Хорошо, мы обязательно посмотрим. Что за повреждение общего имущества у вас в системе канализации по данному дому? Там закончилось уже время, да? У нас два приема, у нас 40 минут. Все правильно. У меня еще 10 минут. Нет. Я сразу начал вести съемку, там 20 минут, и вот 10 минут у меня. Видите? Причинение вреда общему имуществу. Вы меня на 10 минут позже пустили сюда, так что не надо. Закройте дверь и не мешайте приему. Немножко это самое. Закройте дверь, пожалуйста. Вы мешаете приему. У меня есть руководитель вреда. Правильно. Вы на 10 минут меня позже запустили. Так, слушай, какой у вас еще вопрос? Вот опять врет. Ну, надо же. Я пытаюсь понять, кто несет ответственность за аварию и кто ее установил конкретно. Что за причинение общего имущества произошло в вашем дозажае? Хорошо. Есть даже акт, поэтому. Когда прочались в СУДС? Ну, не помню, дня 4 назад. Ну, когда вспомните, я вас покажу. Во вторник, во. После нашей встречи здесь. Во вторник? Да. Это у нас какое число было? 20-е, да? Да. 20-е, на 4-е. Хорошо, давайте посмотрим, выписывай СУДС. Какие еще вопросы? Также перерубали электричество. Кто? Я пытаюсь узнать. Вы еще электричество вырубаете или нет? Я не отключаю. Не выключайте электричество. Значит, у моей доверенной жительницы, муниципальный депутат Лагацкая, за долги по ЖКХ вы вырубали электричество. Зафиксирован сотрудник РЭО. Так. Вот. Частью чего он зафиксирован? Соседями зафиксирован. Ибрагимов, по-моему. Что он вырубал и перерубал электричество. Я попрошу вас предоставить мне подтверждающее. Лагацкая вам уже все предоставляла. Вам все предоставляли? Кто там отключил? Фамилию? Давайте для вас я еще разочек объясню, чтобы вы... Донесли, наверное, жизнь для своих активистов, для жителей ваших домов и так далее. То есть вы электричество не отключаете? Нет, отключает и не отключает. Хорошо. Это я знаю, что вы не должны по закону этого делать. Давайте, пожалуйста, наносим. Но в 19-м году жительница обратилась к Давыдовой. Тогда она была вашим юристом. С просьбой как можно быстрее восстановить электричество. Та ее банально издевалась. И говорила, да, пишите заявление, мы его будем рассматривать. Люди сидят без электричества, с детьми, холодильники, продукты портятся. Вот. И вы таким образом вымогаете... А если ваш доверенно обращался в МОСЭНЕРГОЗБЫТЬ? В МОСЭНЕРГОЗБЫТЬ и сказали, что у нее не было долгов. И они не отключали электричество. Такого это компетенция МОСЭНЕРГОЗБЫТЬ, наверное? Нет, это вырубали ваши сотрудники. Нет, на секундочку. Если у жителей нет электричества, то это, соответственно, ответственность в МОСЭНЕРГОЗБЫТЬ. Нужно было подать соответствующую заявку. Да, подавали. Они сказали, что это не их отключение. Просто перерезали провод, вызывали ваших аварийных сотрудников. Пять заявок было. Пять заявок. Я вам рассказываю то, что касается вашей... Не надо мне сейчас с правоохранительными. Пять заявок было по электричеству. Я вас обвиняю, что вы вымогаете у людей деньги. Может быть, вы завтра детей будете в заложники брать. Сколько вы будете продолжать незаконно вымогать деньги? Да сколько случаев, что вы отключали? Хорошо. Если вы не отключали электричество, тогда ваша аварийная служба должна приехать и оперативно, как в моем случае. Через 10 минут ребята были и все подключили. Почему жители других домов днями, а то и неделями, держат без электричества? Обращайтесь в МОЗ и Наркозбытка, это их компетенция. Хорошо. Вы знаете, что канализацию отключать нельзя. Блокировать. Это один из характеристик жилого имущества, жилого помещения. И вы не имеете права создавать такие условия. Либо вы должны предоставить другое помещение для проживания людей, если вы там ограничиваете канализацию. Тогда у меня у вас следующий вопрос, встречный вопрос. Житель обязан платить? Да, через суд, пожалуйста. У нас в договоре не прописано про заглушки. Суд. Да, у меня есть с вами договор управления. Конечно. Уже сколько лет у нас с вами договор управления. Нормально все. Единственный житель, который подписал. Но вы не на один вопрос не дали ответ. Мы это фиксируем. Мы записали все ваши вопросы. Фиксируйте где угодно. Когда вы мне предоставите ответ? В течение 10 дней. Что 10 дней – это максимальный срок, который дается. Вот про 10 дней мне тоже интересно узнать. Вы через 10 дней дадите или раньше? В течение 10 дней. То есть это может быть и завтра, и послезавтра, в зависимости от степени. В зависимости от того, как это вы регулируете. Через 3 дня, через 5, через 10. Александр Иванович, но вы у нас не единственный житель. Правильно, я и пытаюсь узнать. Мы несем ваш в план ответ в течение определенного срока. Дадим вам ответ. То есть вы здесь не даете ответ. Вы еще 10 дней потом. Я же сюда пришел не вопросы задавать. Вопросы я могу задавать вам по телефону. Девчонки, вон, прячутся из общего отдела. Вы можете по телефону и заходить. Римма, подойдите, пожалуйста, сюда. Хорошо, Александр Иванович. Римма, я когда записываюсь... Подождите, я еще не закончил. Да куда же она уходит? О, дверь держит. Комедия. Я просто пытаюсь у нее узнать. Почему, когда я записываюсь на прием, вы не записываете вопросы мои? Я же вам каждый раз говорю. Вы можете сказать, почему, когда я записываюсь на прием, вы не записываете вопросы? Все вопросы записаны. То есть записаны. Вот пустой листик, посмотрите. Пустой лист у него. Ни одного вопроса не зафиксировано. Почему ваша работа настолько безответственная? Александр Иванович, мне сейчас охраняется... Ну серьезно, я когда-нибудь записывался без вопросов. Подойдите сюда. Скажите, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, ваше имущество. Можно такое допустить, что я к вам записываюсь, а вы мне говорите... Да, хорошо, без вопросов. Можете не задавать вопросы. Да, вы записаны. По какому вопросу? Да, неважно. А вы не озвучивали свои вопросы. И вы меня на этом основании записали. Проводите, пожалуйста. Да? То есть так можно. Я на сегодня... Да, да, да. Сейчас я... Так, у меня еще три минуты. Возьмите, пожалуйста, ваши имущества. Так у меня на 10 минут позже запустили. Александр Иванович, пожалуйста, ваши вещи. И на сегодня принадлежит закончить. Хорошо. Вот, портфель чуть возьмите. То есть вы всех вот так выгоняете? Да нет, мы просто говорим, что у нас уже... Так он мне ни на один вопрос ответ не предоставил. Вообще, я здесь просидел просто... Вы знаете, там два человека уже сидят. А я сколько? Я 10 минут ждал. Все, проводите молодого человека. Пойдемте, пожалуйста. То есть Рима нарушает, Дмитрий Радославович нарушает, все нарушают. Возьмите.